Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Ольга Николаевна Свинцова, исполняющая обязанности начальника управления благоустройству города. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ольга Николаевна, сейчас по всему городу идут, скажем так, такие общие субботники, приводят город после зимы в порядок. Расскажите подробнее об этом. Да, с 15 марта у нас начинался месячник по весеннему благоустройству города. Этим месячником у нас будет проведено и уже проведено три общегородских субботника. Один субботник уже был в предыдущую субботу. Надо сказать, что после первого снега он проведен достаточно активно, и все неравнодушные жители города Рязани уже выходили на уборку своих территорий. Но в общей сложности за субботник мы убрали порядка 28 улиц, центральных улиц города, а также активно принимали участие управляющие компании, там, где это позволяла погода и территории, образовательные учреждения города. Я хочу сказать, что у нас еще все впереди, и 16 и 23 апреля также будут общегородскими субботниками. Но это не мешает горожанам и всем желающим выходить на городские территории каждый день и приводить их в порядок. Замечательно. Скажите, пожалуйста, вот приоритетно сейчас у нас центральные улицы все-таки будут рядом с какими-то, наверное, образовательными учреждениями, зеленые зоны, парки. А приоритетными, да, именно центральные улицы города и те территории, которые по погодным условиям позволяют проводить уборку. У нас достаточно большие планы. Город Рязани – это 224 квадратных километра, это 28 тысяч хозяйствующих субъектов. И, безусловно, каждый хозяйствующий субъект должен принять участие в субботниках или в месячнике, и территория города должна быть чистая. Поэтому здесь и площади, и улицы, парки, скверы, и даже те территории, где мы не всегда бываем и не можем быть, но они все подлежат уборке. Большое внимание будет уделяться, но позже уже уборке прудов, берегов, рек, лесным массивом. То есть практически все территории, без исключения, это и есть объекты нашей деятельности. Но здесь уже будет подключаться и спецоборудование, само собой. Спецоборудование уже подключено достаточно широко сейчас. И, если обратили внимание, у нас приводятся сейчас дороги в должное состояние для того, чтобы многие уже жалуются, и ветер в городе становится пыльно. Поэтому мы убираем песко-соляную смесь, активно убираем с центральных улиц. Ну а потом мы уже перейдем непосредственно к благоустройству. Это побелка, покраска, ну и такие как бы марафетки к празднику. Да, у нас уже скоро 1 мая, 9 мая. Уже осталось-то меньше месяца, можно сказать. Поэтому наверняка пора нам активно к этому готовиться. Что планируется, кстати? Вообще мы готовимся параллельно. Параллельно уже готовимся и к первомайским праздникам. Но первомайские праздники сразу дальше идет 9 мая. И, безусловно, мы готовимся параллельно ко всем этим праздникам. Мы уже обследовали все места памяти о погибшем в Великой Отечественной войне. Только крупных у нас таких мест порядка 18. И начинаем уже со следующей недели, приступаем к ремонту и подготовке этих памятников к проведению праздничных мероприятий. А жители города всегда спрашивают и очень интересуются, будет ли город украшен цветами. Да, будет украшен цветами. Памятные места все будут с цветочным оформлением. Это одноразовая цветочная рассада. Ну и хочу сказать, что 70 тысяч тюльпанов, которые были посажены, думаю, порадуют горожан именно к этим майским праздникам. Но погода уже диктует свои правила, уже видно, что солнышко, уже видно, что... Ну, осталось дождаться, собственно, событий увидеть. Конечно, мы ждем еще весенней красоты, поэтому еще мы готовим фонтаны. Фонтаны – это, конечно, атрибут, весенний атрибут всех горожан, которые радуют нас порой в душном, жарком городе. Готовите. А когда планируете? Планируем, как обычно, в начале майских праздников все это сделать. То есть к 9 мая уже будет фонтанировать? Да, да. Как замечательно. Вот помимо этого еще работа по благоустройству, какие, например, высадка деревьев? Что тут? Безусловно, весна – это посадка деревьев, посадка цветов. Уже очень много поступило заявок в администрацию города Рязани. Как я уже сказала, традиционно население активно участвует в посадке зеленых насаждений. Будут озеленяться дворы совместно с территориальными органами, ТОСами, Советами территорий. Ну и, конечно, будут два проекта, которые порадуют всех горожан. Это благоустройство озеленения двух зеленых зон на улице Радиозаводской и Лермонтово, а также на Касимовском шоссе. Ну и есть еще некоторые проекты по благоустройству существующих скульптур в городе Рязани. Это те гипсовые скульптуры. Мы очень долго думали, что с ними делать, и все-таки решили, что это памятник той эпохи, когда они были созданы, и решили их сохранить. И поэтому еще вот такая работа будет проведена весной в городе. Конечно, есть еще и другая проблема – это обрезка деревьев. Точно так же будем ее и заниматься. Особо это волнует жителей многоквартирных домов и дворовых территорий. То есть работа будет проводиться. Вот вы уже упомянули о гипсовых скульптурах. Я так понимаю, это про Волыбецкую, да? Про вот этот променад такой. Не только по права Лыбецкой. Мы провели инвентаризацию этих гипсовых скульптур и памятников, которые находятся внутри дворовых территориях и в парковых зонах. Таких скульптур у нас 12, не считая тех скульптур, которые находятся на Лыбецком бульваре. Горожан интересует вопрос, каким образом мы распорядимся и какова будет судьба тех скульптур, которые были подарены городу. При благоустройстве Лыбецкого бульвара. Безусловно, они будут сохранены. Будет проведена консультация по возможной реконструкции или восстановлению, или ремонту этих скульптур. И они найдут достойное место на территории города. Ну, наверное, не просто приятно пройтись по городу, посмотреть на все наши убранства, как у нас будет красиво, замечательно. И гости будут в восхищении. И в каждый двор хочется входить. Вот вы уже озвучили работу с ТОСами. Какую еще работу вы проводите, чтобы по дворам красота наводилась? По дворам в основном работают управляющие компании. К сожалению, жители пока еще не подключились к уборке дворов. Поэтому 16 и 23 числа мы приглашаем всех жителей принять активное участие в уборке дворовых территорий. А какая проблема сейчас волнует нас, как органам власти, по благоустройству дворов? Ну, во-первых, это парковка автотранспорта на зеленых зонах, на детских игровых площадках. Поэтому здесь будет принят комплекс мероприятий. Мы уже переговорили с органами ЕИБДД по возможности принятия мер административного воздействия к нарушителям. Поэтому и мы в лице префектур районов города Рязани, а также любой житель может сфотографировать машину, которая паркуется в неустановленном месте и направить ее в соответствующие органы. Или в префектуру района, если ему это удобнее, или в ЕИБДД. Такая информация будет доведена. То есть, почему у нас сейчас город именно такой? Потому как очень много несанкционированных фактов парковки, личного автотранспорта. Причем на газонах, на детских игровых площадках. Это одна из проблем, которая будет решаться в ближайшее время. Тут уже самим горожанам необходимо, конечно же, включать совесть в первую очередь. Но рук сейчас хватает? Как? Справляетесь? Рук всегда не хватает. И, конечно, город привести, чтобы он чистый, был красивый, чтобы он благоухал. Это коллективный труд, это общественный труд. И я думаю, что это дело каждого. И ждем всех жителей, ждем активности в таких работах. Подключаемся, будем подключаться и будем призывать помощников обязательно. Спасибо. Спасибо вам большое, Ольга Николаевна, что пришли к нам в гости. Очень приятная беседа. Такая весенняя, уже даже настроение поднимается от одних разговоров. Спасибо. Ну, мы все-таки действительно подключаемся к приглашению горожан принять ваше участие в общегородских субботниках. Приведите ваш город в порядок, и вам самим в нем станет приятнее жить. Это была программа «Городские встречи». Мы с вами увидимся очень скоро. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»